Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Владимир Рыжков, политик, доверенное лицо кандидата на должность президента России Григория Явлинского. Добрый вечер. Вот такой вот сегодня длинный титул Владимира Рыжкова. Почти королевский. Ну практически, да. Но мы-то, конечно, будем говорить в первую очередь о текущих событиях. И не могу сказать, что главное, но заметное и обсуждаемое сегодня это, конечно, послание действующего президента Владимира Путина. И он же кандидат. Да, и он же тоже кандидат. Еще одного кандидата в президенты Владимира Путина к федеральному собранию. Ну, что ты скажешь? Ну, я шокирован. Какие впечатления? Я шокирован. У меня крайне тяжелое впечатление от президентского послания. И больше всего я шокирован. Ну, про экономику мы отдельно поговорим. Но самый большой шок для меня то, что он полчаса посвятил демонстрации стратегических ядерных вооружений. Обратите внимание, с каким воодушевлением он показывал все эти мультики со стрелялками. Да, стрелялки, мультики. Вообще, это какой-то новый совершенно поворот в мировой политике, потому что такого раньше не было просто никогда. Ну, почему же не было? Было? Что? Конечно. Что, например? Ким Чен Ын, который показывал тоже какие-то видео. Я все-таки говорю о великих державах, а не о маргинальных державах. Все-таки представить себе, чтобы одна из двух ядерных сверхдержав во время федерального послания, у американцев есть такой же жанр. Представьте себе, там, Кеннеди или Рейган или Буш, второй, первый, или даже сейчас Трамп. Представьте себе, если бы он пришел в Конгресс, повесил экраны и стал бы демонстрировать крейсеры, боеголовки, причем с явным намеком, что взрываются прибрежные города враждебного государства, гибнут авианосцы враждебного государства, торпеды с ядерным оснащением. Это что-то, с моей точки зрения, просто немыслимое. Я думаю, что сейчас просто весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия все-таки это не Северная Корея, это абсолютный шок. И я понимаю, что, скорее всего, Владимир Путин, как кандидат в президенты, которому очень хочется победить с большим результатом, видимо, он и его команда просчитали, что его электорат, его избиратели будут страшно рады и воодушевлены, что у нас есть такие страшные бомбы и такие хитрокаверзные ракеты, которые могут кругами кружить и потом прилететь куда надо. И есть такая вот жуткая торпеда, которая будет где-то там в глубине бороздить, а потом всплывет и бахнет где надо. То есть, с точки зрения электоральной, возможно, хотя я тоже не уверен, потому что опросы показывают, что люди войны не хотят, люди войны боятся, и людям не нравится, большинству людей, нашей стране не нравится милитаристский вот этот гвалт. То есть, ну, возможно, что с точки зрения электоральной они просчитали, что это принесет ему дополнительные голоса. Вот у меня вопрос, можно? Оль, ну вот эта вторая часть кардинально противоречит первой части послания. Подожди, можно вот в связи со второй частью вопрос? Потому что первая часть послания была посвящена тому, что нам нужен быстрый экономический рост, решение социальных проблем. Все ради людей. Все ради людей и так далее. Но если ты пугаешь потенциальных противников ядерной войной, то какая будет их реакция? То есть, я думаю, что реакция того же Запада, Европейского Союза Америки будет состоять из двух пунктов на сегодняшнее послание. Пункт первый. С этим человеком говорить невозможно, поэтому ни о каком снятии санкций речи быть не может, потому что вместо того, чтобы налаживать отношения, он с позиции силы пытается нам диктовать какие-то свои условия. Второе, соответственно, вернее, часть первая, соответственно, что никакие санкции мы снимать не будем, потому что раз нам грозят кулаком, ну что ж, мы можем подождать со снятием санкций. И второе очень важное, это то, что, конечно, Америка скажет, ну окей, у вас бюджет военный 65 миллиардов долларов, у нас 700 миллиардов, в 10 раз больше. Давайте померимся. Или на военной коллегии Министерства обороны. То есть развести два текста, развести два послания. Одно направленное на развитие страны, то, что было в первой части послания. И второе, связанное с военно-промышленным комплексом и так далее. Получилось, что он в один стакан налил и кислоту, и соду. И, значит, вышел такой вот пар ядовитый. И в итоге, мне кажется, что он только затруднил, и он поставил новые блоки для экономического развития вот этой второй частью своего послания. Вот смотри, у меня тут такой вопрос возник. Ты говоришь, что это как-то было электорально вычислено, потому что у нас так называемые выборы. Я не вижу другого объяснения. Смотри, а у меня такой вопрос. Вот так ли это? Потому что или это было электорально вычислено, то есть, как кажется Путину... Гром победы раздавайся. Да, как кажется Путину, его окружению и тем, кто у него что-то электорально вычисляет, это было сделано, потому что люди хотят этого слышать. Или это было сделано, потому что, собственно, у Путина и его команды, кроме войны, в голове больше ничего и нет. Вне зависимости от того, кто что хочет слышать. Я все-таки достаточно опытный человек в политике и много чего и слышал, и видел, и много чего понимаю. Нет, я смотрел первые до последней минуты, все два часа. Вся эта речь сегодняшняя является абсолютно предвыборной речью. Это абсолютно предвыборная речь. Там не было ни одной согласной, ни одной гласной, ни одного отпитого глотка из стакана, который перед ним стоял, не направленного на цель разгромной победы на выборах. Видимо, в Кремле аналитики посчитали, опираясь на социологию, что должно быть два главных послания народу. Первое, я дам всем все. И первая часть была просто раздачей обещаний, мы еще об этом поговорим, абсолютно неисполнимых, абсолютно фантастических, абсолютно оторванных от реальности обещаний. Это то, чего ждет народ. Народ ждет социалки, народ ждет большей помощи, народ ждет больше денег. И одновременно нужно было закрепить успех, в их понимании успех, связанный с Крымом, Крым наш, возрождение армии. Это была вторая часть послания. А для того, чтобы это еще было эмоционально, сделали картинки, сделали кино, показали мультики. Такая хрущевская кузькина мать, только с современной анимацией и с рассказами о том, что если что, мы тут вообще всех порвем. Еще раз повторяю, что первая часть послания это абсолютно оторванные от жизни, утопические, неисполнимые социальные обещания. Вторая часть послания это громохание оружием с тем, чтобы соединить два чаяния, вот как они думают, его электората Владимира Путина. С одной стороны социальной защиты от государства, с другой стороны великодержавного милитаристского величия. Именно это и было основой сегодняшней речи президента. Давай поговорим про социальные обещания. Что утопического в том, что там было? Ну кроме того, что вот все вот эти заклинания мы слышим уже, бог знает сколько лет, почти 20. Кластинку заело и щелк, мы будем помогать малому и среднему бизнесу, год проходит, щелк, мы будем помогать малому и среднему бизнесу, год проходит, щелк, мы сократим количество проверок, год проходит, щелк, мы снизим налоги и наведем порядок, сделаем налоги стабильными, щелк, мы снизим налоги. И это бесконечно, я уже не могу, меня уже тошнит, потому что просто такое чувство, что люди вот в администрации берут ножницы, берут брошюрку с прошлогодним посланием, берут белый лист бумаги, их вклеивают в нужные места, куски из послания 13-го, 12-го, 6-го, 5-го, 17-го года. Там, по-моему, даже склонения не меняют, то есть просто идет монтаж старых текстов. Я хочу обратить внимание нашей уважаемой аудитории, что президент, который выступал с программной речью, а раньше в советское время был такой жанр, отчетно-выборное собрание. Вот слово отчетное он пропустил и сразу перешел ко второй части собрания, к выборной. А между тем, интересно было бы послушать отчет Владимира Владимировича. Дело в том, что Владимир Владимирович сделал ошибку 6 лет назад, и он раздал массу обещаний. И хуже того, для него эти обещания опубликованы в виде его предвыборных статей. И хуже того, есть люди, такие вот противные, такие вот неконструктивные, типа меня, которые и тогда их прочитали, их с хорошей памятью, и сейчас еще их перечитали. Я вот просто хочу напомнить нашей аудитории про обещания 6-летней давности. Итак, мы начали говорить о социальных обещаниях и о том, что все это уже более или менее произносилось и писалось в течение последних дней. Я просто хочу проиллюстрировать на нескольких примерах. Я уже говорил о том, что сегодня было отчетно-выборное собрание Владимира Путина, где отчетная часть была опущена за ненадобностью и была чисто выборная. А между тем, мы как оппозиция хотим с полагающейся нам вредностью напомнить, что в майских указах 2012 года, сразу после того, как Владимир Путин был избран 6 лет назад, обещалось к нынешнему дню создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Сколько их создано, на самом деле, никто не знает, потому что статистика сфальсифицирована. Но даже он признает, что здесь не все, как он выражается, выполнено. Во-вторых, было обещано, что в 2018 году, то есть сейчас, инвестиции составят 27% ВВП. Сейчас 19%, то есть на 10% почти меньше, чем планировалось. Идем дальше. Производительность труда должна была повыситься за эти 6 лет на 50%. Знаешь, на сколько повысилось? В 0,04. Да ладно? Да. Вместо 50% производительность труда за 6 лет поднялась на 0,04. Но это 0. Дальше не падайте, мои дорогие радиослушатели. 0,04 это то же самое, что 0? Да, это 0. Это плюс-минус ошибка Госкомстата. А дальше не падайте со стула, мои дорогие радиослушатели. Владимир Путин в майских указах, ты 2012 года обещал, внимание, что реальные доходы населения за завершившуюся шестилетку вырастут на 40-50%. Повторяю, реальные доходы населения было обещано увеличить в полтора раза. Знаешь реальные цифры? У меня нет. Минус 6% за 6 лет. Минус 6% за 6 лет. Дальше. Было обещано, что Россия станет пятой по размеру экономикой мира. Знаешь, какая Россия сегодня по размеру экономика мира? 11-12. Была какая-то? Была 6-7 до девальвации, до кризиса 8-9 года. Сейчас она 11-12. Сейчас мы меньше Франции, по-моему, меньше Южной Кореи. Меньше, меньше. А вы знаете, дорогие радиослушатели, вот сегодня Владимир Путин показывал такие замечательные графики на огромном экране за его спиной, выбрав те графики, которые благоприятны для него. Но один график не был показан, что сегодня доля России в мировой экономике меньше, чем когда Владимир Путин стал президентом в 2000 году. 11-12%. Да, доля России в мировой экономике, услышите, что я говорю, меньше, чем она была 18 лет назад, когда он первый раз стал президентом. 18 лет в минус для России под руководством Владимира Путина. Еще один пример. Он опять, я уже сбился со счета, в который раз он обещает, что темпы роста российской экономики будут выше среднемировых. Он это обещал много раз. Теперь называю факты. За последние 10 лет российская экономика выросла на 7%. За 10 лет. Индийская экономика за год растет на 7%. Китайская экономика за год растет на 7%. Российская за 10 лет выросла на 7%. Это означает, что реальные темпы роста у нас меньше 1%. Намного меньше 1%. Но в этом году нам 1,5% насчитали. Еще раз. Мир растет в среднем на 3-3,5%. В среднем на 3-3,5%. Мы в 3 раза медленнее растем, а до этого несколько лет у нас вообще был застой. Поэтому, если бы Владимир Путин отвечал за базар, как у нас говорят, он должен был хотя бы, вот как я сейчас, 5-6 минут посвятить и сказать, дорогие друзья, 6 лет назад я обещал поднять реальные доходы в полтора раза, они сократились. Я обещал поднять производительность труда в полтора раза, она осталась на том же уровне. Я обещал, что Россия будет пятой экономикой мира, она стала 11-12. Я обещал создать 25 высокопроизводительных миллионов рабочих мест. Неизвестно, сколько мы их создали, но точно не столько. Я обещал поднять долю инвестиций в ВВП до 27%, у нас сейчас 19%. Извините, ни одна из базовых цифр из того, что я обещал, не выполнена. Все провалено. Я сейчас говорю, Оль, не о деталях. Майские указы по зарплате, кстати говоря, как они выполняются в регионах? Обязательство было такое, чтобы бюджетники получали столько же, как в среднем по экономике региона. Денег у регионов на это нет. Что они делают? Для того, чтобы не поднимать заработную плату в соответствии с майскими указами и не платить повышение, они заставляют бюджетников уходить на 0,75 ставки, на 0,5 ставки, на 0,25 ставки. То есть формально в математике зарплата растет, а в жизни зарплата бюджетников во многих регионах сокращается. Поэтому отчетной части не было, потому что если брать базовые обещания, они провалены все. И он должен был бы сказать, Владимир Владимирович, вы знаете, я вот, честно говоря, не справился ни по одному из этих ключевых пунктов. И вот сейчас я иду на новый срок и по новой обещаю, и обещаю вам, что теперь справлюсь. Вот как это должно было быть. Но отчетную часть он опустил, заменил ее новыми видами оружия и дополнил новыми видами обещаний. Как говорится, старые устаревшие указы он отменил, потому что тем более они не выполнены. И теперь он нам даст новые, более лучшие указы на следующие 6 лет. Вот тебя спрашивает Владимир из Иркутска, например, который написал там сообщение нам на сайт через интернет. А какие кандидаты и в каких странах, интересуется Владимир, раздают выполнимые обещания? Избирателю нужны идеалы, а президенту голоса явка. На каких словах Путина разбудили Трампа? Из Иркутска, дорогой мой земляк, дорогой мой сибиряк. Дорогой мой тезка. Извините за откровенность, вы не в теме. Если бы вы были в теме, вы бы знали, например, что все американские президенты фиксируют по пунктам, там иногда бывает несколько сотен пунктов, свои предвыборные обещания. И в течение 4 лет своего президентства досконально и дотошно отчитываются, закрывают файлы, ставят галочки напротив выполненных. Например, Обама, я сейчас просто сходу, у меня нет под рукой данных, Обама выполнил более 85% той программы, с которой ушел и на первый, и на второй срок. Это хорошо или недостаточно? Это очень хороший результат. Конечно, американцы бы хотели, чтобы Обама выполнил, он вот Гуантанамо, например, не закрыл тюрьму, да, это вот один из тех пунктов, которые он не выполнил. И с оружием не забрал. Трамп проработал год. У Трампа есть этот файл с пунктами. И Трамп, когда он сейчас делал первое свое послание Конгрессу и Сенату, он уже эти файлы начал закрывать. Он говорил, вот налоговая реформа сделана, вот бюджетная реформа сделана, вот мексиканская стена строится, вот по мигрантам мы ужесточили. То есть, Владимир, уверяю вас, и Ангела... Вот сейчас, например, в Германии формируется большая коалиция, очередная, Меркель с социальными демократами. Они приняли книжку, там, страниц 200, которая называется «Правительственная программа». Там несколько сотен пунктов, уверяю вас, они будут регулярно отчитываться в выполнении каждого из этих пунктов. И когда будут следующие парламентские выборы, там, через несколько лет, то все общество будет знать, что выполнилось, что нет. У нас же ситуация абсолютно другая. У нас президент 6 лет назад идет на выборы, публикует серию предвыборных статей. В этой серии предвыборных статей надо отдать ему должное. Он прямо с цифрами говорит о том, что должно быть сделано за шестилетку. Проходит 6 лет, и он просто считает, видимо, неловким, может быть, ненужным, может быть, излишним. Может быть, он не хочет выглядеть занудой в глазах моих и Ольги Бычковой. И он просто опускает отчетную часть и говорит, товарищи, у нас сегодня отчетно-выборное собрание в Манеже. Давайте договоримся так. Отчетную часть мы опустим, как занудную и скучную. И давайте сразу перейдем к новым обещаниям. Давайте вы мне все простили. Давайте вы мне все простили. Все, что я вам обещал, вы мне все простили. Понимаете, у нас в чем сложность. Дело в том, что очень короткая кампания, дебаты эти идут очень странные по телевидению, времени у кандидатов мало, не у всех есть квалификация, чтобы об этом говорить, чтобы никого не обижать. И на самом деле то, что я сейчас говорю, это уникальный разговор. Потому что уникальный разговор, потому что если бы у меня была часовая программа, скажем, прайм-тайм на Первом канале с Бычковым или с Познером, или с Константином Эрнстом, с Валерой Фадеевым, который, кстати, очень хороший экономист и бывший главный редактор-эксперта, я бы с удовольствием об этом поговорил. И может быть бы мне сказали, ну вот здесь все-таки падение цен на нефть виновата, а вот здесь все-таки санкции виноваты, а вот здесь объективные обстоятельства. Это был бы предметный разговор. И тогда страна понимала бы, что было обещано 6 лет назад, что провалено сегодня и почему. И тогда из этого диалога сложилась бы какая-то более-менее объективная картина. Но так как тема ответственности Путина за обещания табуирована, по факту, она в публичном пространстве не обсуждается, то большинство граждан России вообще об этом не знают. Они не знают, что были какие-то статьи, они не знают, что были какие-то цифры, что были какие-то обязательства. Понимаете? Поэтому компания во многом носит имиджевый характер. Великий вождь, куча новых боеголовок, вкуски на мать. И куча новых обещаний, которые я сейчас говорю совершенно ответственно. Можете меня через 6 лет прибить к пропитанному чем-нибудь столбу. Я со всей ответственностью заявляю. То, что сегодня пообещал Владимир Путин, выполнено не будет. И выполнено быть не может. Потому что он дает обещания, во-первых, совершенно несоответствующие размеру нашего бюджета и нашей экономики, и нашим денежным возможностям. Во-вторых, он сохраняет ту социально-экономическую модель и ту модель экономической политики, которая исключает экономический рост, необходимый для выполнения этих обещаний. Могу привести примеры? Подожди, приведешь после перерыва. Мы, конечно, обсуждаем сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию. Это предвыборная речь. Ну да, это предвыборная речь. Он уже ничего не опубликовал до этого. Конечно, а с другой стороны, это повод для того, чтобы поговорить о более значимых вещах. И так, только что ты сказал, что и вот этот набор обещаний тоже не будет исполнен. А почему, собственно, ты не веришь? Опять обещано за 6 лет в полтора раза поднять производительность. Опять. При этом без изменения экономической политики, структуры экономики и без выхода из конфронтации режима санкций. Сразу говорю, невозможно. Опять обещано улучшать деловый климат. Кстати, это еще один провал по рейтингу Doing Business. Мы должны были в этом году быть на 20-м месте, а мы на 35-м. Это тоже из обещаний 2012 года, которые провалены. Невозможно. Очень смешно он сегодня и сказал, что будем дороги строить. Он сказал, что федеральные дороги мы построили, а теперь надо строить региональные и местные дороги. И поручил это делать губернаторам и главам местного самоуправления. При этом он прекрасно знает, что губернаторы... Да, и сложилось впечатление, вот если вот у наивного человека, что черт, вот сидели губернаторы, мэры, и в голову этим долдонам не приходило, что нужно строить дороги. Слава богу, Путин сейчас им поручил. Они нищие, как церковные мыши. Они банкроты. У нас почти 3 триллиона рублей долги региональных бюджетов, а все местные бюджеты 6% от консолидированного бюджета страны. Да они бы давно уже как в Швейцарии бы все построили. У них иногда нет денег себе зарплату заплатить. И Владимир Путин прекрасно это знает. Или когда он сказал, что опять в полтора раза повысит заработную плату бюджетникам. Откуда? Или когда он сказал, что пенсии будут расти быстрее, чем инфляция. И в это время камера показала министра финансов Антона Силуанова. У него и до этого было каменное лицо. А тут оно стало просто мраморным. Там не то, что жилки не дрожали на лице Силуанова, когда он все это слышал. Он даже моргать, по-моему, перестал на полчаса, пока раздавались эти обещания. То есть, было обещано пенсионерам, бюджетникам, детям, матерям, дороге и так далее. Это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации. Более того, в том бюджете, который уже принят по инициативе Владимира Путина Государственной Думой, перспективный бюджет, по-моему, до 2020 или 2021 года, там ее сокращение федерального бюджета. И там был такой интересный момент. Сокращение. Сокращение в абсолютных цифрах и в доле ВВП, потому что нет доходов у страны. Экономика встала еще в 2012 году. До Крыма она встала. Потом вообще начался спад. Потом упали цены на нефть. Мы проедаем фонды резервные. То есть, нет никаких оснований для реализации тех обещаний. Я это просто говорю людям, которые собираются голосовать за Путина. Плюс войну. Плюс вот эта вся войну. Плюс эта вся войну, которая еще больше усиливает атмосферу санкций и конфронтаций. Я просто всем людям, которые собираются голосовать за Владимира Путина, хочу сказать, не тешьте иллюзий. Как не были выполнены майские указы 2012 года, так не будут выполнены майские указы 2018 года. Потому что без изменения, фундаментального изменения положения России в мире, структуры экономики, экономической политики, создания реальных гарантий частной собственности и инвестиций, демонополизации экономики, то есть целый ряд структурных реформ, которые необходимы для запуска экономического роста, ничего про это сегодня не было сказано. Но это тоже общие слова, которые все время произносятся. Эти слова, да даже уже он это и не произнес. Хотя он что-то сказал, он сказал, например, сегодня, надо сокращать долю государства в экономике. Сейчас она превышает 60% ВВП, доля государства в экономике. По некоторым данным, даже больше семейности. Даже больше. Эта экономика уже не является рыночной. Эта экономика уже не является конкурентной. Он это говорит каждый год. Если вы возьмете послание прошлого года, позапрошлого года, позапрошлого года, он каждый раз, есть этот абзац, что надо сокращать присутствие государства в экономике. При этом каждый год присутствие государства в экономике растет. Вот последний пример это с магнитом, когда Госбанк забирает сеть розничной продажи магнитов. Но он сказал сегодня, что мы оздоровили банки, но их теперь нужно снова продавать. Так он каждый год это говорит. Фишка-то вся в чем? Щелк заевший по стенкам, щелк заевший. Он каждый год говорит о том, что надо сокращать долю государства в экономике, и каждый год ее увеличивает. Поэтому он каждый год говорит, что надо стабилизировать налоговую систему. Я сегодня вздрогнул, когда он сказал. Вздрогнул, когда он сказал. Нам нужна новая налоговая система, и вот она-то будет стабильной. То есть опять будут переделывать. Та, которая сейчас есть. Я думаю, сегодня все предприниматели просто подавились, когда услышали, что опять будет новая налоговая система. Потому что они знают, кого теперь будет опять стричь. Нет, они знают, что опять им нужно будет переделывать всю бухгалтерию, всю отчетность, опять покупать программы 1С и так далее, и так далее. Это новая нагрузка на бизнес. Поэтому еще раз акцентирую ваше внимание, что первая часть послания это беспочвенные, ни на чем не основанные обещания. Вторая часть послания конфронтационные угрозы Западу. Вместе это все означает, что не будет никакого экономического роста, социальные обещания не будут выполнены, будет депрессия, стагнация экономики, будет депрессия и стагнация доходов населения. И через 6 лет будет очередное отчетно-выборное собрание, как сегодня, без отчета и опять выборное. То ли его, то ли другого человека. Но так как у нас нет института отчетности, а он должен был бы быть, тем более, когда человек так долго находится у власти, то сейчас очень важно отфиксировать, и может быть я первый, кто это говорит, потому что по горячим следам. Было 10-12 очень конкретных обещаний сегодня. 10-12 очень конкретных обещаний. Они не будут исполнены, они будут провалены. Потому что без кардинального изменения социально-экономической политики, бюджетной политики и внешней политики, кстати говоря, эти задачи неисполнимы. И поэтому Силуанов сидел такой грустный. Значит, ты доверенное лицо Григория Явлевского. Поэтому без экономических соображений и мыслей о том, а что на самом деле нужно делать, нам тоже сейчас не обойтись. Дело в том, что путинская модель, а надо говорить даже не о политике, путинская модель, она сложилась. Он ее начал складывать после дела ЮКОСа, когда начался захват государством частной собственности и когда началась концентрация активов. Дальше была создана система госкорпораций, этих гигантских монополистов. Дальше они начали закрывать российский рынок от иностранных инвестиций. Был принят закон о так называемых стратегических отраслях экономики, куда не допускаются иностранные инвестиции. Дальше они начали увеличивать налоговое бремя и регулирующее бремя. И вот сейчас создана путинская модель, которая состоит из четырех базовых элементов. Это монополистический госкапитализм, который Ленин называл загнивающим и последней стадией империализма совершенно справедливо. Второе это сверхрегулирование, то есть гигантская бюрократия, которая не дает дышать экономике и с этого кормится. Сверхрегулирование. Третий элемент это абсолютно незащищенная частная собственность. Когда Собянин сносит магазины в Москве, ему говорят, так вот же есть свидетельство о собственности. Ему говорят, чего вы не тут машете этими бумажками. То есть собственность беззащитна и является предметом передела бюрократических кланов. И четвертый элемент, который добавился после Крыма, это международная изоляция. Итак, путинская модель монополистический госкапитализм, сверхрегулирование коррупционной бюрократии, отсутствие гарантии частной собственности, внешнеполитическая изоляция и санкции. Я утверждаю, что эта модель в принципе не может давать экономического роста. В принципе не может давать экономического роста. Потому что для экономического роста нужен рост производительности труда, что невозможно без инвестиций. Инвестиций под санкции именно странных не будет. Инвестиций внутренних не будет, потому что, смотри, пункт первый, госмонополизм и сверхрегулирование отсутствия частной собственности. И последний источник, еще два источника. Это сырьевая рента, то есть доходы от экспорта нефти и газа. Мы их не будем иметь, потому что меняется мировой энергетический рынок и постепенно приходят новые виды энергетики. И последнее, это доходы населения, которые сокращаются. Итак, из пяти-шести источников экономического роста, а других нет в природе. В России сегодня нет ни одного. И если не будет реализована наша с Явлинским, Явлинского и нашей команды программа, которая предполагает радикальную демонополизацию, разукрупнение, декартализацию экономики рас, которая предполагает радикальное, как в Грузии, дерегулирование, сокращение функций госаппарата по регулированию и проверкам экономики, которая предполагает дополнительные гарантии частной собственности, а это невозможно без радикальной судебной реформы, без независимого суда, который бы защищал частную собственность граждан и предпринимателей, и которая требует и предполагает выхода из международных санкций, выхода из конфронтации с Западом, отмены закона о стратегических отраслях экономики, куда нельзя инвестировать. То есть, наша Явлинского и наша экономическая программа диаметрально противоположны путинской системе. Еще раз скажу, это разборка госмонополистического капитализма, это снятие сверхрегулирования, это гарантии частной собственности, это выход из международной изоляции. Поэтому я просто хочу сказать избирателям, нравится вам Путин, ура, верите вы ему безотчетно, здесь слово безотчетно очень подходит, потому что, когда верят отчетно, это значит рационально. Не требуя отчет. А когда верят безотчетно, это значит верят без отчета. То есть, отчета нет, но верят. Если вы верите, то просто поверьте мне, я вот сегодня, и в том числе в нашем эфире, стараюсь слов на ветер не бросать. Ничего вы не получите. Ни экономического роста, ни новых рабочих мест, ни новых продуктов, ни роста ваших доходов, ни роста ваших пенсий. Будет такое же унылое болото, как сегодня. Еще на 6 лет. Если вы хотите реально прорыва, о котором говорит Путин, голосуйте за нас, потому что действительно только программа демонополизации, дерегулирования, гарантии частной собственности и выхода из изоляции, только эти 4 базовых пункта, плюс еще куча тысячи разных отдельных технических мелких решений, которые есть в нашей программе, позволят России выйти на темпы роста 3, 5, 7 процентов в год, как это сейчас происходит с Индией, с тем же Китаем. Кстати, Америка Трампа, как бы ее ни ругали, растет на 3,5-4 процента в год. А вот тут спрашивает человек, а почему бы не объединить голоса Явлинского, Собчак, Грудинина, такой набор? Правильно. И выйти во второй тур. Правильно. Именно. Поэтому я против бойкота. И вот у нас осталось 50 секунд. Элементарная арифметика. Во-первых, чем больше людей придет на выборы и проголосует не за Путина, тем меньше будет процент Путина, тем больше будет вероятность второго тура. Во-вторых, ну не хотите за моего кандидата, Григория Явлинского, ну пожалуйста, ну только за Путина не голосуйте. И чем больше людей придет, фактически это стратегия Навального с 6-летней давности, голосуйте за любого другого кандидата. И тогда это повысит вероятность второго тура, и тогда это повысит вероятность новой социально-экономической внешней политики в стране. Я, конечно, считаю, что самый компетентный это Григорий Явлинский, у него есть абсолютно подробная и качественная программа и команда, я призываю голосовать за него, но вы можете сделать другой выбор, главное, чтобы была сменяемость власти. Спасибо большое, Владимир Рыжков, политик и доверенное лицо Григория Явлинского в программе «Особое мнение».